Дмитрий Пономаренко, журнал «Скепсис». Я хочу обратить внимание присутствующих на то, что есть в вопросе о ГМО две стороны – социальная и биологическая. Вот в докладе о социальной стороне практически ничего не было сказано, а между тем она совершенно явная. Вот когда говорилось о продовольственной безопасности, опасность ГМО в социальных последствиях, в увеличивающейся зависимости сельскохозяйственных производителей от международных компаний. Это, например, семена терминаторные, то есть семена, которые растения, которые не дают дальше семян, то есть необходимо закупать семена каждый год. Или там заточенность под определенные гербициды, пестициды и так далее. Что же касается биологической стороны дела, то опасность ГМО достоверно не доказана. Можно прочитать в Вестнике Вагис, статью Фридмана и Фридман, можно сказать прочитать в химии жизни, разоблачение мифов относительно биологической опасности ГМО. Во всяком случае, достоверно известная опасность методов ведения интенсивного сельского хозяйства нынешнего – это, например, остаточные гербициды, пестициды в продуктах. Это, например, заражение кормов дихлор-бифенилами и так далее. Доказанные, достоверно известные и повсеместно распространенные сравнимы или больше с недоказанными эффектами от ГМО. Таким образом, я призываю бороться с ГМО с точки зрения социальных последствий, но не с точки зрения биологии, потому что это просто-напросто антинаучно. Спасибо. Ну, я могу на это ответить, потому что действительно была организована атака на меня. Все-таки доктор биологических наук достаточно много работал в западных странах, в западных лабораториях. И когда я стала проводить исследования, я была никем не ангажирована. Более того, я даже считала, что ГМО, поскольку мы едим, значит они безопасны. И я проводила сама эти исследования, проводила по всем международным правилам. Началась просто и обратилась после проведения исследований, обратилась к научной общественности. Повторите, очень простой эксперимент. Вы добавляете в корм животных трансгенную солью, трансгенную кукурузу или любую другую. И смотрите, что происходит с потомством. И я могу сказать, что за 7 лет ни одного исследования в мире. На мой вопрос, я достаточно много ездила по всему миру к своим сторонникам. Почему вы не проводите эти исследования? Ответ был очень простым. Под это не дают гранты. Если даже нам удалось провести эти исследования, нам не дают публиковать. То, что было в химии жизни, то, что было еще в других... Это, понимаете, это просто чушь, которую они написали. Если бы вы сами... Эксперимент очень простой. Вы просто кормите животных, смотрите, что с потомством. Почему никто в мире не проводит эти исследования? Почему компании? Они, когда критиковали меня, вот это, понимаете, настолько все цинично. Противопоставили исследованиям одну единственную работу. Больше работ не было на эту тему. И то, когда мы стали разбродить работу американских ученых Брейка Девинсона, оказалось, что сою, которую они считали трансгенной, они не провели нужный лабораторный анализ. То есть, когда вы говорите, там, это химикаты действуют, я могу сказать, что культуры устойчивые, там, к заморозкам или к жаре, они точно так же оказывают негативный воздействие. Это связывает с несовершенствованной технологией использования вот этих плазмиток, аэробактерий, которые, судя по всему, и приводят к достаточно серьезным последствиям. Об этом я собираюсь обсуждать в Америке. И, конечно же, я привела 9 серий, обращалась ко всем неоднократно. Повторите, посмотрите сами. В нашем, в Москве, проведено такое исследование, с Уровым получено то же самое, в Самаре получено то же самое, в Костромии то же самое. Но в России из-за вступления в ИТО не разрешают об этом говорить. Более того, не разрешают проводить эти исследования и в России тоже. Идет очень такое мощное лоббирование. Я просто, конечно, понимаю, что я ничего не могу сделать в этой ситуации. Я просто предупредила всех то, с чем мы столкнулись. Но когда будет такое масштабное вымирание людей от различных заболеваний, связанных с теми продуктами, которыми мы едим, да, кто будет в этом виноват? Тот, кто сегодня говорит, что биологически... Ну, если хотите доказать, да проведите в этих исследованиях, можно даже в домашних условиях для себя провести, для своих, чтобы своих детей спасти. Понимаете, никто не делает. Назовите мне, пожалуйста, еще какие-нибудь исследования. Кто делает в нашей стране? Никто. Почему? Ответ простой. Вступаем в ИТО. Не должны проводить исследования. Все. Значит, когда они к нам пойдут этим потоком, я не знаю, что будут делать с этими продуктами. Мы будем это все есть, да. А потом будем удивляться, почему такая высокосмертность от онкологии, и почему бесплодие. Уже сейчас каждый четвертый у нас бесплодный. Законодательство в Штатах, Соединенных Штатах Америки, отличается. Ну, потому что есть некие права как государство. Есть ли примеры отказа от ГМО каких-то штатов, Соединенных Штатах Америки? Спасибо. Ну, я могу сказать, что в Штатах ситуация очень такая неординарная. Во-первых, там есть сеть магазинов, называется Whole Foods, где вообще проявится органика, продукция. То есть, несмотря на то, что США – это основной производитель, тем не менее, у них есть сеть магазинов organic food. В Соединенных Штатах Америки отсутствует маркировка. И вот сейчас уже такое, и более того, на границе, сейчас они ввели агроконтроль, то есть вы не имеете права даже там ни один продукт, ни один фрукт семена провести через границу в Америке. Но до этого, до последних таких событий в Америке вообще существовал закон, согласно которому штаты не имели права отказываться от высадки трансгенных семян. Только два-три штата, один из них штат, это был, значит, Калифорния, где был тогда еще действие Шварценеггер. Они тогда отказались от Калифорнии, то есть в Калифорнии от ГМО, но тоже выдержали несколько судебных исков. Но сейчас Америка, я не знаю, то ли она проснулась, то ли еще что-то, но такое ощущение, что там их тоже уже и нету, потому что была информация о том, как они уничтожают поля с трансгенными культурами, то есть была информация по ГМ-рису, по ГМ-свекле и по газонной травке, которую потом всю направили к нам. Значит, Америка, у них как бы сейчас маркировок нет, и непонятно, что они едят. Может быть, у них уже и трансгенов-то нету, да? То есть они этот вопрос буквально два года назад замяли, замяли и проталкивают всю эту продукцию к нам, но у них как бы, может быть, ее теперь уже и нет. Хотя до этого действительно было вот это ожирение и бесплодие онкологии, которые в Америке процветали, а это как раз было связано в том числе и с трансгенными продуктами. Это было вот в Оксфордском университете, они проводили тоже на мышах, кормили их пищей вот с трансгенами, то есть видели огромное ожирение этих животных. Вот. То есть там такая очень нестандартная ситуация, и по какому пути они пошли, возможно, пошли в пути полного отказа, но без, так не открыто, не официально. А Китая позиция? Ну, позиция Китая, вот Китай, он хитрый, он хитрый и умный, то есть вот, значит, после вступления в ОТО, китайцы должны были принять трансгенную продукцию, трансгенную сою, да? И я слышала доклад, она у китайца, он очень интересно говорил, у нас, говорит, нехватка сои, поэтому мы ее вот уберем из Америки. Но у нас измыток сои, поэтому мы ее отправляем в разные страны. То есть я думаю, что ту сою, которую они получали из Нью-Житатов Америки, они ее спокойно отправляли на экспорт в разные страны, в том числе и нам. То есть она шла через них, через Китай, но едят они свою сою. И, может быть, вы знаете информацию о том, что есть на Дальнем Востоке кафе только для китайцев, а есть для всех, для русских, например, а вот есть для китайцев. Сейчас в мире и вообще с продуктами питания, вообще очень странная картина, есть продукты только для России и страны СНГ, только для них, да? То есть что это за продукты? У меня был такой опыт, потому что я сейчас очень хорошо проверяюсь эти маркировки, и, значит, в Бельгии в аэропорту, где идет посадка на самолеты Аэрофлот, то есть там, где русские, там бельгийский шоколад продают, состав соевая мука, на русском языке написано. Рядом бельгийский шоколад, без соевой муки чуть-чуть подороже на 1 евро, да? Значит, то есть вот такое к нам отношение. Вот мы вам даже написали, мы в этот шоколад ввели соевую муку, у вас ваша российская ученая проверила, она приводит к тому-то, к тому-то. Что делают люди? Покупают. Потому что что? Не знают, не хотят в это верить. И, конечно, то, что всплеск онкологических заболеваний, в основном сейчас это прямая кишка, это печень, кровь. То, что дети рождают уже с лейкемией, это абсолютно такая же картина, как была у наших животных, да? Мы бьем тревогу и кричим об этом, и кроме как атаки вот на нас, больше ничего не происходит. Ну, конечно, там разрешают говорить, но запрещают проводить исследования. Я готова была проводить исследования, я готова была поставить видеокамеры. Несколько общественных организаций заявили об открытом эксперименте, все запретили, все заблокировали. Ну, не дают ничего делать, просто не дают. Ее, например, идет давление на администрацию институтов, в которых работают ученые, и запрещают вводить это в план исследования, проводить подобные исследования. Гранты тоже мы не можем получить на это.